В царстве жил-был царь, правил он долго и хорошо, ибо добр он был и милосерд, и вера в Бога у него была крепкая. Да вот только стал наш царь годами стар, и пришла пора ему думать, кому после себя царство оставить. И было у того царя три сына, Данила, Гаврила, да Иван. Сыновья мои, настало время одному из вас корону передать. А поэтому решил я вас испытать и посылаю на подвиги. Ты, Данила, на татар пойдешь, а тебя, Гаврила, супротив шведов посылаю. Ну, а тебе, Иван, с турками сразиться предстоит. Благослови нас, царь, батюшка. Вот так братья Богу, помолившись, у отца благословившись, на врагов пошли. Вернулись братья все как один победителями. Весь до меня дошла, что вы всех супостатов разогнали. Одолели, царь, батюшка. Да, доблести вам не занимать. Попробую с другой стороны подойти. Скажи-ка мне, Данила, во сколько дней Бог мир сотворил? Конечно же в шесть, а седьмой день от всех трудов почем. Молодец, знаешь, но уроков закона Божьего ворот не считал. Ну-ка ты, Гаврила, Гаврила, спой ко мне воскресный тропарь девятого гласа. Нет, батюшка, такого гласа. Их всего восемь. Молодец, не оплошал. Уроки с Риггентом знать не прошли. Так, ну-ка ты, Иван. Ну-ка. О, скажи-ка мне наизусть славянский алфавит. Так, конечно, легко. Аз, буки, веди, глаголь добро, езжи, веди, злоди, езжи. Все, в поле, в поле. Молодцы. Молодцы. Ничего не скажешь. Ну, идите с миром. А я посижу. О, думаю. Что же мне делать? Как из них одного достойного выбрать? Ох, и задумался наш царь. А придумать ничего не может. Он хоть и мудрый был, да позабыл, что сестрица-то его родная. Игуменье монастыря всегда хороший совет-то дать может. А точно. Пошлю-ка я письмецо сестрице моей. Может, она мне добрый совет даст. А жила-то сестрица-то не близко. Но был у царя верный слуга. Митрофан, одна нога здесь, другая там. Митрофан, отнеси-ка это вот письмецо сестрице моей. Да попроси, с ответом не задерживаться. Не беспокойся, отца, батюшка. Обернусь быстро. Слушай, я ведь глазом мркнуть не успел. Ну, благодарю за службу. Иди, отдохни здоровье. Знаю, брат мой, саль, государь, о чем печалишься. Послушай советы моего. Повелись сыновьям своим себе невест найти. А потом и обвенчай их. И узнаешь, у кого какая жена. Ведь не зря в народе говорят, какова жена, таков и муж. А это сестрица. Вот она наумила. И опять призывается сыновей своих. Сыновья мои, доблестью и умом вы меня порадовали. А теперь надлежит вам пойти по белу свету и найти себе жен. А я посмотрю, кого вы себе в супружнице выберете. Благослови нас, батюшка, на тайную дорогу. Идите с ним. И пошли царевичи каждый своей дорогой искать суженную свою. Долго ли, городко ли бродили они по родной земле, но и с этой задачей добрые молодцы справились. Вот приводят братья своих избранниц во дворец. А вот, царь-батюшка, невеста моя, Феодора, дочь боярская, и умна она, и богата, и с собой хороша. А как пойдет, словно бедь, я бы, белая, просто бедная. Лебедь белая, как нам сказали. Это видно. А я вот, царь-батюшка, купеческую дочь выбрал. Капитолиной звать. Придано у нее такое, день до ночи, дай, не пересчитаешь. А что же ты, Иван, стоишь, невестой не хвалишься? Похвалюсь и я, моя невеста, любой. Знатностью и богатством не очень отличается, но зато мило собой и нравом, кратко. Ну, дети мои, благословляю вас на брак. А чья жена самой достойной окажется, тому и царем после меня быть. И сыграли они три свадьбы в один день. Был пир на весь мир, а после свадьбы собрал царь невесток своих. Доченьки мои, значит, живите мирно. О сыновьях моих заботитесь, а в подарок вам от меня поварчику с драгоценными украшениями да камениями самоцветными. Благодарствуем царь-батюшка. Сам же царь решил своих невесток-то испытать, как они богатством тем распорядятся. Была у царя шапка-невидимка. Вот надел он ест в шапку и пошел незаметно по светлицам там, где невестки жили. Пошел наш царь в светлицу, сел на скаминьцу, шапку-невидимку не снимает, никто его не замечает. «Ах, какие камушки! Велюка я же тебе! Двадцать, нет, двадцать пять, нет, тридцать нарядов и всех их изумрудными украшениями изукрасить. Никто так можно ни у нас, ни в странах заморских не нарядиться, как я. Значит, мне царицей быть». Не успела дочь боярская это помыслить, как услышала голос своего ангела-хранителя. «Чем в наряды богатые рядиться, лучше бы с бедными да убогими поделиться». «Вот еще, если с бедными да убогими делиться, какая же я буду царица?» «Пришел тогда наш царь к дочери купеческой». «Сколько здесь драгоценностей! Прячу-ка я их до поры до времени. Богатство доберечь надо. За это меня царь царицей сделает?» «Ничем сокровище в сундуке собирать, лучше больным да несчастным раздать». «Вот еще, как же мы тогда с моим ужем будем на царском троне восседать, если все богатство больным бедным раздавать?» «Опечалился царь-батюшка и пошел он к третьей невестке». «Что же мне сделать с такими несметными богатствами? Сохранить, только зря в ларце полить. Может, наряды сшить, да их за всю жизнь не сносить? так ведь у батюшки царя сестрица и гуменья монастыря. Отправлю-ка я ей этот ларец на монастырь да на помощь бедной». «Добрая душа знает, как поступить к Господу Богу и его причистой матери убедить». «Ай, да младшенька я порадовала царя-батюшку». «Через день другой снова приглашает царь невесток своих в свои палаты». «Ах, невестки мои любезные, давеча встретил я на народе старца нищего да убогого, но народе сказывают, что он большой прозорливец. Примите его, окажите ему милость». «Хорошо, царь-батюшка, а царь-то вот что задумал, переоделся он сам нищего и решил на себе невесток испытать. И вот, что из этого получилось». «Хорошо, это милость и милость будет». «Хорошо, милость не Входи, входи, старый святой Да, ведь ослышала я, что ты прозорилец Так не скажешь ли мне, не моим мужем судьба царем быть? А царь-то молчит, ничего не говорит Голосом выдавать себя не хочет Только руками разводит И за стол сесть пытается Не выпытывай, не расспрашивай А милость окажи, накорми и спать уложи Вот еще, если он не прозорливый, не святой Да зачем мне нужен такой? Входи, входи, странник святой Старик, говорят, ты будущее знаешь Как в зеркале все видишь Расскажи-ка, пожалуйста, ни моему, ни мужу царем быть И богово, и теперь вы многого Милость окажи, богу послужи Да если он ничего не знает, пускай в конюшню вступает Входи, входи, добрый человек Пусть отдохнут твои ноги Вот хлеб, вот борщ Кваску попьешь А потом привезешь и отдохнешь Добрая душа любому гостю рада Будет ей от Господом достойная награда Ой, ой, да младше Порадовала царя-батюшку Вот проходит неделя другая Снова царь велит невесткам во дворце собираться Ну, невестки мои Хочу теперь узнать Какие же вы мастерицы Испеките-ка вы мне К завтрашнему утру Чего-нибудь этакое Хорошо, царь-батюшка А говорил им царей это слово с хитростью Ведь было это Пред самым светлым Христовым воскресеньем Вот в самый день Пасхи Ни свет, ни заря Спешат к нему Феодора с Капитолиной Уж больно им царицами Встать хочется Вот, царь-батюшка, пирог тебе яблочный Пышный да попучий Примите, царь-батюшка, наш торт Миндарем с сахарными узорами украшенный Да, а что же младшенькой-то невестки нет Почему не торопится Ой, что, спала долго Он невестки-то, Феодора с Капитолиной Уж с раннего утра Мне гостинцы принесли Не прогневайся, мой царь В церкви я всю ночь была Богу за нас молилась И тебе принесла Христос воскресе, царь-батюшка Воистину воскресе Ах ты, Иван, ай да молодец Порадовал старика Добрую себе жену выбрал И мила, и умна И собою хороша, и Бога не забывает Значит, и сам Добрым царем будешь Сверху, который держал Стал управлять Иван А жена его, Любовь Во всем была ему верной помощницей Феодора с Капитолиной И справились И во всем старались подражать Своей милосердной царице И великая тогда радость Была у их ангелов Хотите, вставайте Тихо, вот Это Я это не пою Это моё Это моё Это моё Это моё Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok